Серия флора и фауна, кстати, довольно частая серия, много кто собирает Там ненужные предметы, монеты Я выбирал для себя разные в коллекцию в нашем состоянии львенок Привет всем зрителям и подписчикам моего канала, спасибо за ваши лайки, комментарии Продолжается конкурс вот в этом видео крайнем на 10 гривен Также, друзья, по количеству лайков мы почти добрались вот в этом видео Там, где редкая монета 1 гривен 1992 года Чтобы получить такую монетку, зайдите, поставьте лайк, напишите комментарий А в этом видео я расскажу вам, какие есть у нас барахолки, интересные магазины в Харькове Но сначала я заеду на встречу коллекционеров в парк машиностроителей Покажу вам, какие новинки сейчас там есть А потом поедем по барахолкам и покажу, что я там сегодня себе купил Ну что, поехали? Я приехал на встречу коллекционеров, здесь можно прикупить новенькие монеты Украины, юбилейные монеты Что-то редкое, интересное Вот сейчас вот такой столик с монетами К Владимиру я подошел и у него есть уже вот такие замечательные монетки Давайте я вам более подробно покажу, что сейчас из новинок можно увидеть на встрече коллекционеров Ну вот, в серебре у нас серия флора и фауна Кстати, довольно частая серия, много кто собирает именно эту серию И коллекционеры и в серебре собирают, потому что действительно монетки очень такие большие, крупные, красивые Тем более, она непосредственно связана с украинской флорой и фауной Гляньте, какое красивое обрамление У монеты 10 гривен 2020 год, приятно видеть такие циферки 2020 И, кстати, видите, как у нас сейчас Раз Ее немножко под углом размещают Десяточка И к ней идет сертификат Давайте посмотрим Сейчас Владимир подойдет, спрошу, что почем, какие сейчас цены Тираж 2 500 2 500 2020 год 31,1 грамм У нас серебра Класс Вот так выглядит упаковочка Для тех, кто собирает в серебре эту серию Очень, конечно, круто Вот, аккуратненько разместим Она у нас есть и в таком варианте Вот у нас футляр Сзади все характеристики необходимые Она тут легко достается отсюда, видите, так вот Я не буду доставать, чтобы в перчатках не выронить Также вот такая монетка у нас Первая в серии Посмотрите, как интересно Сделали Сзади мы видим, как это будет выглядеть У нас 5 гривен Ну, красиво Сделано тут и матово, и пруф Такой вот формат, видите, как И с другой стороны Небольшие рисуночки Ну, довольно симпатично Советую такую монетку обязательно себе прикупить Ну, по серии флора и фауны Есть у нас В футлярах Это из таких вот Очень много красивых монет Ну вот Покупать можно, как на слетах коллекционеров Вот как в Харькове проходит Каждое воскресенье Приходите в парке машиностроителей С 9 утра Можете приходить Когда уже все разложились Можно походить, выбрать себе что-то Так И на площадках, на аукционах Я в основном на Виолите Все покупаю Ну, живьем, конечно, можно приехать, чтобы Не платить за доставку Выбирать себе здесь на месте Хотел спросить, как по ценам? Да, вот это 1550 1550 А таки почем? 100 По 100 Что сейчас самое дорогое из флора и фауны? Да, да, да Вот это самое дорогое Где? Вот это? Ну, нет Это не из серии Да, да, да Из флоров Что сейчас есть такое Так что можно Смотри Вот это 120 120 130 И прямо на месте можно приехать, забрать, купить Да, и 130 Супер Супер Класс Что еще интересного Тут, может быть, сейчас покажу, что еще есть Вот такую интересную сувенирную коллекцию монет я увидел Честно сказать, не отслеживал, есть ли она в интернете Я думаю, это не совсем монеты Это больше как жетоны называются, сувенирные монеты Но вот красная книга Украины В такой вот папочке довольно интересно выглядит Украинских зверей Смотрите В такой вот упаковочке Раз Смотрите, как она красива Ну, думаю, какой-то прям как нумизматической ценности Как монеты они не несут Но с точки зрения красиво положить И собирать тоже можно А теперь я съезжу на барахолку Покажу, как выглядит барахолка И что я там купил Героя труда Где выносят разные Тоже такие свои Там ненужные предметы Монеты И Собственно, вот так вот барахолка выглядит Конечно, очень много разного железа Очень много каких-то Ну, таких предметов, которые в быту, скорее всего, пригодятся Но прям коллекционных вещей не очень много К сожалению Вот Сегодня будний день Так что людей немного Конечно, в выходные гораздо-гораздо побольше Но и сейчас еще раннее утро Все только-только выставляются В принципе, можно подобрать что-то для себя В плане Техники Что, собственно, на этой барахолке можно легко прикупить Это разные такие вот недорогие штуки В данном случае это игрушки киндера Я выбирал для себя разные в коллекцию Они недорогие В целом их продают или поштучно Там по гривне, по 5 Конечно, бывает подают там полными коллекциями, наборами Но они довольно красивые Сейчас, конечно, киндеры не такого качества Ну, или мне почему-то кажется, что Раньше они были поинтереснее, поярче Вот Вот такая коллекция львят Может быть, кто помнит 93-й год Вот И здесь конкретно я выбрал себе бегемотов Здесь купил Я покупал их по Где-то по 3 гривны Вот Некоторые чуть подороже, которые пореже были Бегемоты Сейчас скажу Какой-то с телефоном Вот это чуть дороже вышло Ну, конечно, состояние у них не идеал Типа тертые, затертые Потому что в основном они хранятся вот в таких вот пакетах Там в ящиках и так далее Ну, бывают и хорошие В принципе, в коллекцию я бы взял себе в идеальном состоянии Весь комплект Ну, сложно на это сложить цену Ну, думаю, гривен 200 Может больше Там 300 Может стоить полная подборочка В хорошем состоянии Так, на барахолках можно купить абсолютно легко По цене От 1 гривны за фигурку Ну, думаю, доходить до 10 Если она сложная Если там с какими-то элементами Вот И в хорошем состоянии В целом Довольно красиво Вот, кстати, в хорошем состоянии Львенок В целом довольно красиво И вот так можно прикупить Такие разные-разные Маленькие себе радости Которые вам Пойдут в коллекцию Там на полочку Или кому-то на подарок Возможно, даже деткам дарить Вот Сейчас мы пойдем дальше Сейчас я вам покажу магазин В который я абсолютно случайно зашел Я увидел там вывеску антиквариат Поднялся Но не попал на тот этаж И увидел этот магазин Здесь продаются вещи Как вы видите Привезенные из Европы Это сток В который периодически попадают Разные какие-то фотоаппараты Часы Что-то еще Статуэтки Посуда И довольно интересно Потому что Если выловить что-то такое интересное Для себя Для продажи Для коллекции Вот вы сейчас видите Какие вещи продаются Я не часто хожу По таким вот магазинам По стокам Вообще первый раз зашел Но я понял, что можно приходить Если вы знаете, что вы хотите Например, даже вот такие часы Фирменные бывают Европейские Но, конечно, цены в таких магазинах Довольно завышены То есть такие часики Я бы не покупал за эту цену Потому что можно, во-первых, купить новые Приблизи до такой же цене Во-первых, можно купить швейцарские часы Потому что сейчас они доступны Но в целом Довольно прикольно Интересно посмотреть Для, например, оформления квартиры Помещения Ресторана Кафе Что-то выбрать Такое креативное Можно Так что Советую Заглядывать Гулять Просто интересоваться красивыми искусством Предметами Потому что это интересно И как-то нашу жизнь дополняет Чем-то прекрасным Прикольным Как, например, походы в галереи И в музей Ну что ж, друзья Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик Я желаю всем хорошего настроения Ходите по барахолкам Ходите по разным магазинам Антикварным Это интересно Можно прикоснуться к истории Можно прикоснуться к вещам Которые были в вашей молодости В прошлом И которые сейчас, конечно Ничего не стоят Но Насколько они интересны И, возможно, были желанны Кому-то в детстве Разные-разные Вот такие вот штучки Ну что ж, друзья Всем хорошего дня И пока